Новости на канале СТВ, в студии Сергей Прохоров. Добрый вечер и в начале коротко о главных событиях последнего дня, уходящего 2016-го. Новый год шагает по планете. Уже через несколько часов его отметят и в Беларуси. Чем запомнились нам, уходящие 366 дней. Буквально через минуту. Скоро-скоро Новый год. А чем живет народ за несколько часов до праздника, расскажет Максим Флиш. Фанфары, приземление огненного петуха и световой флешмоб. Тысячу белорусов загадают желание не дома, а на городских площадях. Мои коллеги и я, Алена Сырова, уже знают праздничную программу. 12 чудес в новогоднюю ночь. СТВ подготовила яркое шоу, которое поможет зрителям в прекрасном настроении проводить год уходящий и встретить новый 2017. Самый любимый долгожданный праздник. Считанные часы остаются, чтобы завершить начатые дела и планы в 2016-м. На пороге Новый год. Суета в подготовке к нему. Неизменный образ этого дня в календаре. Встречать 2017-й белорусы начнут ближе к полуночи. Неизменной в эти дни остается традиция обмениваться вниманием словами добрых пожеланий и подарками. Подготовка к празднованию Нового года – дело ответственное и совсем непростое. Ведь столько всего нужно успеть. Завершить старые дела, раздать долги, купить подарки, накрыть стол. И зачастую финальные штрихи наносятся в самый последний момент. Чем живут белорусы за несколько часов до праздника и что за это время можно успеть, узнавал Максим Слиш. А белорусы за считанные часы до Нового года спешат, летят, конечно. Ведь стол праздничный не ждет. Как и гости, дожидаться не станут. Вкус курицы или подарков. Родителям просто, чтобы им было приятно, даже своими руками. А если друзьям, то какие-то мелочи, чтобы на память сувениры и так далее. Помощь скорая, правоохранители, да и службы все. В ночь эту помогать нам будут. Но бег за несколько часов до курантов никто не отменял. И хорошо, если на подъеме очередном нам руку подадут. А стол сам требует и на риску мясную, и селедку. Они спрашивают, работаем ли мы завтра в 7 часов утра. А вы говорите, за пару часов. Они завтра готовы прийти в 7 часов утра за колбаской. Пришли за морепродуктами, за подарком ребенку и украшения на Новый год, на елку. Проблем нет. По крайней мере, на рынке купить это можно. Времени остается все меньше в этом году. Но дел точно список не убавляет. Хоть оставлять не принято ни на завтра, ни на год следующий. Как и стол новогодний. Комплект у каждого свой. Но успеть все позиции его озвучить и наполнить. Дело целое. Все самое лучшее, самое хорошее. И вам этого желаю. Счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, исполнения. Желаю не побольше любви, поменьше огорчения. Успехов и добра всем людям. Максим Слиш, Роман Пастернак, телекомпания СТВ. В новогоднюю ночь добраться до праздничных площадок мячане смогут на общественном транспорте. Столичный метрополитен будет перевозить пассажиров до 4 утра. После полуторачасового перерыва он вновь возобновит работу. Продлина и работа большинства маршрутов наземного общественного транспорта. А вот на собственной машине проехать по центру Минска в новогоднюю ночь будет проблематично. На время массовых гуляний только для общественного транспорта будет доступен участок проспекта Победителей. От проспекта Независимости до Машерова. Движение для автомобилистов здесь будет перекрыто с 11 вечера до 4 утра. По традиции большинство встретит Новый год за праздничным столом. Однако немало и тех, кто эту ночь проведет на городских улицах. Мои коллеги сейчас работают во всех регионах страны. Они готовы выйти в эфир и рассказать, что ждет белорусов в самую бессонную ночь в году. Белорусская столица уже засияла огнями. По традиции самые масштабные гуляния развернутся именно в Минске. Так всего за час до наступления полуночи на площадке у Дворца спорта стартует концертная программа с Новым годом столица. Кстати, аналогичные мероприятия пройдут во всех, без исключения районах города. Всего около 30 концертных площадок. Так, на Немиге, на Октябрьской площади, на площадке у Дворца спорта. В течение всей праздничной, бессонной новогодней ночи будут работать такие стилизованные домики, где меньшане и гости столицы смогут насладиться национальной кухней, чаем, горячим шоколадом. Но несмотря на то, что до наступления нового 2017 года остается несколько часов, здесь, в центре белорусской столицы, уже многолюдно. Мы здесь приехали посмотреть на Деда Мороза, мы ни разу еще его не видели. Мы приехали сюда в цирк и очень хорошее настроение, потому что сегодня 31 декабря. В каждом регионе Беларуси праздник будет иметь свои особенности. Особенности, как встретят 2017 год, знают мои коллеги. В Могилеве о приходе Нового года известит трубач Магислав. Ровно в полночь он выйдет на балконы ратуши под фанфары. Это и будет старт праздника на площади Славы. Пока здесь не многолюдно, но уже очень скоро сюда придут тысячи горожан. Надо обязательно выйти на елку, надо обязательно кого-то встретить, кого-то поздравить. Новый год будем встречать, наверное, дома с семьей и потом, конечно, пойдем на улицу, потому что хочется движения какого-то, веселья, музыки. Праздничная программа «Чудеса под Новый год» растянется на несколько часов. Жителей города ждет волшебная елка, исполняющая не только зажигательные песни, но и самое заветное желание. А главным танцором праздника станет задорный снеговик. Ну а я поздравляю с наступающим своих южных соседей, гомельчан, слово моему коллеге Александру Добрьяну. Гомель встретит Новый год во всеоружии. Мы в очередной раз подтвердим звание самого жаркого региона страны. И объясню почему. В первые минуты Нового года на площадь приземлится символ 2017-го – огненный петух. Это не единственный гость программы. Кстати, праздник здесь, на центральной площади, длится уже не первый день. С такой красотой хочется выходить на улицу и гулять часами и часами. Я хочу, как врач, всем пожелать в Новом году крепкого здоровья. Погуляем, конечно, вы что ж там сидите. Походим, очень понравился Гогари. Вообще огня в нынешней новогодней программе будет много. Традиционную музыкальную программу дополнит неоново-барабанное шоу, а компанию Деду Морозу и Снегурочки составят трехметровые механические роботы-трансформеры. Всю ночь будет работать и новогодняя ярмарка. Горячий чай, чтобы согреться, а на память шерстяные носки и карамельные петушки. Кстати, я уже купил несколько, отправлю их посылкой в Витебск. Спасибо, Александр. Видимо, ветер долетает быстрее. Посылки из Гомеля в Витебск уже пришла теплая погода, что несколько необычно для северного региона нашей страны. Кстати, зашкаливать плюсовая температура будет на самой большой площади Беларуси – Площади Победы. Здесь на праздник под названием «С Новым Годом любимый город» соберутся тысячи горожан. К нам приедут наши гости из других регионов Республики Беларусь, которых мы очень рады встречать в нашем гостеприимном Витебске. Задействуют и светодиодные экраны. За пять минут до полуночи здесь начнется трансляция поздравления главы государства. А дальше танцевальная программа. Новогодние хиты благодаря техническим нововведениям услышат и увидят во всем мире, в том числе и в резиденции Деда Мороза. Пётр, а ты будешь смотреть онлайн-трансляцию из Витебска? Настя, обязательно, а ещё и запишу и покажу иностранным туристам, которых в Беловежской пуще благодаря безвизовому въезду сотни. И, конечно, самая большая волна тех, кто всё же верит в сказку, наблюдается в эти предновогодние часы. Очень интересно узнать, как это здесь, в Беларуси, делается. И, конечно, такой красотой не каждая страна может похвастаться. Нет мороза – не беда. Белорусский Дед Мороз со Снегурочкой пообещали новогоднее настроение и без большого минуса на столбике термометра. Впрочем, здесь можно встретить и других колоритных персонажей нашего фольклора – Зюзю, Лисуна или Мельничиху. Все они соберутся возле самой высокой ёлки. А кто же поздравит наших соседей в другом западном регионе? Пётр, мы возьмём количество. Так уж сложилось, что у нас в Гродно сразу две центральные площади и две ёлки. Местные жители постоянно спорят, какая из них главнее. Но пока в приоритете та, что на площади Ленина. Именно здесь и начнётся зажигательная программа. Говорят, Дед Мороз исполнит эксклюзивный номер. Это будет сюрприз для горожан. А в два часа ночи небо над городом взорвётся праздничным фейерверком. Это будет большой праздник. К нам приедут друзья. А я хочу говорить – Happy New Year! Раз, два, три, ёлочка, гори! Будет ли главная площадь Гродно, видна из космоса, покажет новогодняя ночь. Жителям предлагают взять с собой мобильники или фонарики. По команде Деда Мороза площадь зажжётся сотнями огней. Возможно, теперь Гродно станет городом больших огней. Нового 2017 года белорусам, как и жителям всей планеты, придётся ждать на одну секунду дольше. Дело в том, что из-за неравномерного вращения планеты солнечное время немного отстаёт от сверхточного атомного. Чтобы компенсировать эту разницу, в 23 часа 59 минут 59 секунд будет добавлена так называемая секунда координации. Такое решение было принято Международной службой вращения Земли. Впервые эту меру ввели в 1972 году. И чаще всего подобные корректировки происходят в июне и декабре високосных годов. За время существования подобной практики дополнительная секунда вводилась уже 36 раз. Все электронные устройства самостоятельно переключатся на нужное время. А вот ручные часы придётся переводить самостоятельно. Вот и получается, что кроме дополнительного дня, 2016 год подарит ещё и дополнительную секунду. А значит, будет больше времени загадать новогоднее желание. Немало белорусов встретят Новый год на рабочем месте. В праздники на усиленный режим службы перешли правоохранители. Также на каждой площадке для гуляний дополнительно на дежурство заступят сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. В МВД напоминают, чтобы без затруднений попасть, например, на тот же салют, необходимо прийти заранее. Через контрольно-пропускные пункты запрещено проносить пиротехнику и алкоголь. У нас существуют дополнительные резервы сил и средств, которые позволят оперативно, если это потребует обстановка, дополнительно выставить контрольно-пропускные пункты с тем, чтобы граждане максимально комфортно и быстро попали непосредственно к месту проведения гуляний. 12 чудес в новогоднюю ночь. СТВ подготовила яркое шоу, которое поможет зрителям в прекрасном настроении проводить год уходящий, встретит новый 2017-й. 12 музыкальных номеров, 12 новогодних историй. Праздничный огонек объединит людей, получивших всенародное признание. Они поделятся своими достижениями и еще раз вспомнят самые приятные моменты своей жизни. Анастасия Бенедесюк о том, как это будет. А что, красиво получилось по новогодним? Новый, новый, новый год, будьте счастливы, люди, и добрее станет мир. Пока одни делали ставку на стразы экстравагантные, Макси, а то и глубокое мини, другие. Прямо с рейса не было времени, да, переоделся. Вот полчаса, как прибыли. У меня этот год очень связан с творческой составляющей моего характера. И Светлан Гог очень характеризует это. Увидим и как вырос внук Ермоленко Анатолий-младший. Все исполнятся желания, праздник придет. И познакомимся с дочкой Алексея Христова. Снежинки на твоих ресницах. А еще тот самый «Синий ханок». Вот и он, его так часто в своих песнях вспоминал тезка Хиль. Будет и хлеб, первые тысячники уборочной 2016 тоже в студии. И зрелище распилим вместе с ведущей СТВ Кристиной Момот. И даже перенесемся на остров свободы. Споем с белорусскими кубинцами. 22.45. Время Че, когда на СТВ начнут происходить настоящие чудеса. Точнее 12 чудес в новогоднюю ночь. Как 12 ударов на городской ратуши или, к примеру, 12 месяцев в году. Ну а завершится праздник, но наверняка не завершится волшебство на нашем телеканале, уже в 2 часа ночи. 1 января 2017-го. В новогоднюю ночь на огоньке встретятся не только артисты, но и те, за кем весь год мы следили. В том числе и у экранов телевизоров. Аграрии, ученые, врачи, политики, путешественники. Люди, признанные на республиканском уровне. Достижение года. Анастасия Москвина в 2016-м стала народной. Оперная дива признается. Именно корреспондентам СТВ в уходящем году дала больше всего интервью. Большая дружба связывает меня с вашим каналом. Это и проекты. И в этом году тоже был прекрасный конкурс. У вас две звезды. В прошлые годы это поющие города. А вот маэстро Александр Тихонович, подводя итоги уходящих 12 месяцев, акцент сделает далеко не на творческой составляющей. Хотя в его случае все взаимосвязано. У моей Насти тоже было много успешных проектов. Ваня наш хорошо учится. Мне радостно, что в этом году мы отметили сядень нашей рубиновой свадьбы. Впервые в нашей программе в Новый год ведущие обратятся к людям, которые ограничены по возможностям. Не просто жестовым языком, а у нас песни даже есть. Заметает зима, заметает. Услышат все. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Итак, 12 чудес в новогоднюю ночь. 12 музыкальных номеров, 12 новогодних историй. Начало праздничного эфира. Сегодня в 22.45 на телеканале СТВ. И на этом у меня все. Телеканал СТВ поздравляет вас с наступающим Новым годом. Спасибо, что все это время вы были с нами. Не изменяйте добрые традиции в эту бессонную ночь. Счастья, любви, добра встретимся уже в новом 2017.